Фильтр тоже вчера я сделал МСПАТРУ А на КОНДО ЖЭС я... А, это ты, это отсказывай Тебе кто-нибудь говорил, что вот ты такие как ты больные просто люди Постоянно, стабильно Ну чтоб... Гамсик мне говорил Сейчас звук нормально пишется Дай мне петличку чтоб меня было нормально слышно И мы начнем уже снимать видео прямо отсюда Здарова братцы, всем салам Вот этого мужчину кто-нибудь знает Это брат мой Кто помнит серию про Весту со сметаной Кому звонили, это Алишка, который вот Ну я часто о нем упоминаю Это мой Алишка, мой братишка Смотри, полностью стоило Мы ставили за 38 тысяч Это полностью под ключ Да он кстати тебе ответку кинул, ты знаешь братуха Он сказал, вот этот вот чуть газовщик Который, говорит, ставит форсунчатый газ Он чуть жужу, говорит, несет Не вариант, говорит, чтоб так дешево стоило А вы, говорит, ставите китайское оборудование Хорошо тогда, давай Не моя машина, не я за рулем Вы же все любите тазы А у меня оказывается прям каждое утро я мимо прохожу контента, короче А у меня оказывается сосед больной Алишка, короче, он там ездил раньше на иномарках А нет, у тебя же первая, первая АК была Ну чем бы вы понимали, там АК, которая угандошилась в КАМАЗ Там настолько потерянная, короче, АК была Что, ну она вот скосившаяся вот такая была Очень много машин братишка поменял И вот, брат, четверка Ну думаю, опять все взял четверку, четверку Ну как бы, просто посмотрите, что опять здесь творится Так, прежде чем мы начнем снимать Надо же мне понять, что там, что установлено Куда потратилось огромное количество денег Я говорю, али, брат, скингер у меня, что, говорю, ты туда там установил И он мне вот такой список скинул Я говорю, это что, сочинение, как я провел лето Куда я одевал деньги Короче, что бы я ни рассказывал, вот что вот здесь Потому что люди, которые связываются с тюнингом лады, ваза, да Это максимально оторванные люди И когда они начинают говорить, что они с этой тачкой сделали Алишка сам приколит, что он сделал Ну сейчас мы капот открыли И первое, на что я обратил внимание, он сразу сказал За Тони на кочерге Сейчас, кстати, за ответку Очень много людей, кот пишет нам про ответку От этого типа инженера автоваза Но я вам честно скажу, я его даже еще не смотрел Потому что кот мне не разрешает его смотреть Чтобы мы, когда записывали подкаст, я не растерял свои эмоции Это будет в первый раз, мы вот на камеру посмотрим вместе с котом И разберем этого парнишку Поэтому здорово тебе, я знаю, ты меня смотришь Поэтому я тебе отвечу, братуха, не переживай Готовься, там парафин, вазелин Все перед собой поставишь Все тебе это еще пригодится Так, чисто по-братски Ты че наделал? Это не я Я не себе был Ты че наделал? В смысле, че? С тобой что ты купил? Четырку, бля Это шерунда Я с хаты выезжаю Да И, ну, думал, супер авто, она едет и дал ей А, она изначально была 16 Супер авто И тип на колени, старичок лет под 70 Как дал своей колени универсалу Я его догнать не могу Я его не мог догнать И звоню вот заур этот Все его, наверное, знают Зингер, блин, его еще называют Он очень хороший мастер Я ему звоню, я говорю, брат Меня старик обогнал, я его догнать не могу Сделай это все И вот понеслось Он мне нашел валы там Любой тюнинг тазов начинается с того, что вашу тачку на шестнаре кто-то натянул И это начинает задевать человека Алло, Зингер Да Че, да Тачку делать надо Давай начнем с цены Сколько она встала? Я могу ошибаться Ну, где-то 170 и там Все Пока Мисси, я тебе говорю Гансик тоже приехал? Асик, Кузаев Мисси, он не снимает, что я дебил, блин И он знает, что говорит Я говорю, сейчас Марат приедет, попросил машину сна А че, говорит, будет снимать? Какой ты, говорит, дебил, говорит Что такое четверка? Это просто накрашенная девятка Мы снимали обзор на четверку Она тогда была не белого цвета, а был цвет персей Ну, за белые четверки мы тогда тоже сказали Это же, помнишь, были времена, что четверка Это на Кавказе самая модная тачка была Даже приора, мне кажется, не достигла такого апогея, что заработала четверка Все телки моросили вот на этой четверке Если у тебя парень ездит на белой четверке, значит, ебать ты что за роскошная баба Я помню, девушки все с ума сходили Ты просишь девушку, как бы ты машину хотел Белую четверку Ебалась в сосну что ли? Нет, скажи там X5, X6, они же все таращатся с этих машин А когда я слышу четверку, бля, я вообще на нее смотрю Думаю, бля, родная, с тобой все в порядке? У тебя температура может скорую набрать Это рестайлинг, сука, девятки То же самое, как и приоры, это рестайлинг десятки Выпускаем старые машины вечно Просто меняем им ебучку Наебываем людей Я помню, было время, когда я хотел купить себе четверку Закатил тогда еще в калашников И мне сказали, что у нас есть четверка, только она без заднего спойлера Я говорю, ну тогда оставьте ее себе, ну, четверку без заднего спойлера Потому что четверка без спойлера это девятка У меня огромное количество подписчиков из Кабардино-Балкарии, с нашей соседней республикой Всем салам, пацаны! Там даже была мода делать из четверок девятки До сих пор это делают Там из четверок делали девятки Потому что девятка всегда была выше четверки в плане моды Темнеет, летом намытая девятка На пятнадцатых ВСМ-пошках, затонированная Приспущенное водительское стекло Окно, точнее Кочевая музыка Я вам говорю, жизнь удалась Ты на девятке босяк Тебе нет ровни, ни на приори, ни на чем угодно Ты босяк Ты самый крутой на районе, у тебя тонированная девятка И по-любому ты на второй выжимаешь до талого Потому что она не едет просто Поэтому покупали четверки и отправляли в Кабарду Здесь по сути из четверки сделать девятку, из девятки сделать четверку Вообще ничего не надо Капот, два крыла и два бампера Все, и вот тебе девятка То есть делали опять же те люди, которые любили именно девятое семейство Из тренажки делали восьмерку Хуёво что, с пятнашки не вариант было сделать девяносто девятую А так бы, бля, когда у меня была пятнашка, я бы первый ебанул это делать Сколько в ней сил сейчас? Где-то сто семьдесят Ну вот в этой душе греки сейчас семнадцать Сто семьдесят лошадей Ну я ее прописывал на этой, на стоковой коробке А сейчас там коробка, я ее полностью с нуля собрал Ее надо будет дописать, короче Да, я же говорю, они больные Просто вот это дописать, прописать Прописал на том, дописал это, увидел то, купил это, добил И все равно она остается четверкой Никуда ты от этого не денешься Сколько надо валить бабок, бля, в отечественный автомобиль Чтобы из приоры просто сделать красивую приору Ну или из четверки просто быструю четверку И это сейчас получается бюджетный вариант Это бюджет, чтобы сделать, чтобы тачка 2.5, 2 литра BMW Механика там, я не знаю, механика с помощником сзади Она отстукивает Четырка, сто семьдесят лошадей Это типа бомжи вариант спортивного автомобиля Так как иномарку сейчас сделать очень быстро И на самом деле очень дорого То пацаны прибегают вот таким тачкам И делают их на коленках вот в таких боксах Поэтому ты, вот этот, братюня Инженер этого там говнотаза Вы не умеете вот это делать у себя на заводе Вот инженер, братан Вот это инженер Вот это инженер гаражных войск Они, блядь, ваши тачки покупают И на коленках у себя делают их лучше Они не делают их безопаснее Потому что вы, придурки, не закладываете туда эту безопасность Если бы можно было бы что-то с этим делать Они бы и это добивали Это ваш Цветослав Шестнаренко Я его вот так буду теперь называть Шестнарик Кто это? Газа Эй, лучше вот на такой, чем на такой Шестнарик Здоров, брат О, классного цвета, поэтому привет Привет, брат Ты давно так разговариваешь Простые ребята делают из четверки самолет 170 сил в четверке это самолет Это не водила, он не пилот Это камикадзе Вы изначально делаете тачки смерти подобные А потом уже рождаются камикадзе Первое, что я заметил, что здесь отрезали телевизор А вот нахрена это надо было делать, нам расскажет Алишка Потому что он не вставал, брат Кто он? Вот, если у тебя не встает, у тебя проблемы, братан Не, у меня нормально все А, во-первых, его засунут сюда, брат Вот это все мешало Здесь стоял же вентилятор Да Он тоже мешал Вот ему Я его вот сюда переставил От Toyota Ну, подожди Наверх тоже на На ГБЦ же какой-то одевается ресивер? Да, да Или он ни о чем? Ну, под эти волы нет А что за волы стоят? Высокие волы 10.5 ОКБ Но Скорее всего я их буду менять чуть помощнее Стольники буду ставить И дросселя Чего тебе? Мало А дай ему Волгу Ее надо забирать Я Волгу не возьму, я боюсь ее Ты же, кстати, вылетел на Волге, да? Он не разбился Короче, здесь пиленая ГБЦ Поршня А Приору я поставил А, ты низ поставил приоровский? 1.6 1.8 если делать Мне как говорил вот парень 1.8 вестовский Да, так не крутится Так не выдерживает высокий оборот Я же ее собрал на стоковой коробке Два дня покатался И кердык коробки Начал коробку собирать 18 ряд бушную поставил Третью скорость новую Блокировка новая Вилки новые Все новое, короче Один херд хрустит Четвертая скорость Четвертая Не вторая, у них обычно вторая хрустит Вторая Если где-то на 8-200 переключаешь Тогда хрустит И вот эта вся вот беда стала 170 тысяч Что самое дорогое? Коробка самая дорогая Третье время А время А нервы А нервы За деньги я уже ничего не говорю Нервы Я не спал Когда я коробку уже собрал Этот Я на видео все снял В 2 часа ночи Это было Я домой пришел И меня вырубило просто А пока она была разобрана Я сон потерял Он даже когда заканчивал разговор Он все равно добавил облегченный маховик Он когда первый раз утром ее зовел Как-то я в ванну закатил И окно открыто Я слышу Что-то там такое У меня такое ощущение Как будто она на низах троит Или прогреться надо А когда едешь У тебя тепловой зазор на анусе не нагревается Не растягивается А он отключен Чем уникален этот мотор Скорее всего Это его огромный большой наверное плюс И да ну че пиздец Каким бы он Уебищным двигателем не был Еще отец тазов Жора говорил Что это такой унифицированный двигатель Который Ну прям очень легко подается тюнячки И очень много вывозит Это его один единственный плюс В остальном Ну Ни один тюнячий мотор В который вы положили огромное количество денег Не даст вам спокойно жить То есть ездить на нем каждый день Чтобы что-то в нем не отрыгнуло Или там не сломалось Потому что все это не стоковое Все это не заводское Хотя в стоке и в заводском Они еще хуже по-моему Если вы когда-нибудь увидите на светофоре Машину неприметную В основном они все неприметные бывают Ну ты не скажешь Это для них плюс Я вам скажу сейчас почему Все тазодрочеры Не в обиду Я надеюсь вы меня примете по-братски Такое ощущение как будто у них комплекс Какой-то комплекс И они делают максимально неприметную машину Ты стоишь и думаешь что с ней что-то происходит Что она троит Но потом они тебя так кучерявят на светофоре Что ты просто охуеваешь Как эта треначка или там четырка Уходит в закат блять А ты только на вторую переключился Тип уже там с ангелами беседует обедает Это отдельная каста людей Которая заслуживает уважения Просто потому что они любят свои машины И я тысячу раз говорил Не важно на чем ты едешь Главное с чего ты кайфуешь Сейчас приколимся поедем Мне просто очень интересно как это все едет Максимально придурочные в этом плане люди Ну максимально веселые люди Да они кайфуют прикалываются Главное чтобы конечно это не перерастало во что-то опасное На дорогах общего пользования Вот поэтому Хватает оставляй Это он нам резину грел Там конечно условная безопасность Короче он ее когда собрал Тормоз говорит нажал Останавливался экстренное торможение делал И согнул руль четырки И пришлось поставить вот такую руль Ну еще раз это обуславливается чем Все вы прекрасно помните Девятки Десятки Прежде чем у нас появились на наших машинах Вот эти подушки безопасности У них вот эта верхняя часть руля Она ломалась Считалась такой активной безопасностью Приколитесь куда внедрили И замок зажигания Это дань чему Ниви или Порше Это дань Порше скорее всего Ни хрена это не Ниви дань И мы гордимся и говорим Что в разработке этого автомобиля Еще там Порше посодействовал Что он сделал Так барханул что ли Здесь этот стоял Коррекция фар Вот ее отсюда уебали И за это я тоже там в четверке говорил Потому что Ну это не коррекция фары Это какая-то приблуда просто Которую засунули сюда нахуй Там аж гидрокорректора Они закисают Кто сталкивался с нашим отечественным автопромом Они закисают Чтобы она не закисала Постоянно ее дрючить Ну типа в день Один раз хотя бы дрючить Крутить Открутить Крутить Открутить Чтоб она не наебывалась Когда садишься в такую машину Первое что тебе приходит на голову Насколько это небезопасно Всегда По любому Как хотите Не хотите Конечно никого учить не буду И вот здесь еще есть Такая кнопка Это вентилятор Примудительный? Да Не ну мы прям сильно моросить не будем Там очень быстро на ней ехать тоже не будем Потому что у нас нет трека У нас нет специальных трасс Для того чтобы это все проверить Выхлоп Выхлоп у них всегда какой-то получается одинаковый Вот это дискомфорт Здесь подвеска просто летая Она вообще не играет Максимально зажатая подвеска В угоду управления Здесь еще стоят Здесь еще подрамник стоят Рычаги Она поворачивает Вот так блять Понял? Она вот так поворачивает У нее подвеска вообще не играет Да вот На хуй ее Пиздец Сколько она крутит Да восьми Аж Ну сначала Посмотри просто Бетоном проехал На плите бетонной Ты ебанул Я еще раз повторюсь Я не пилот Не экстремал вождении Я всегда придерживаюсь Прогнозируемого Вождения Эта машина Вообще практически Не дает варианта Спрогнозировать Сейчас для меня Когда ты уже накатываешь Это понятно Это твоя машина Ты ее знаешь Тоси-боси К ней надо как минимум Ну прикатать себя Что я сразу почувствовал Это какой-то страх Бля Просто посмотри Здесь нет подвески Я не понимаю комфорта Если на вот такой машине Ох сука Ебал я ее в рот блядь Это ебать как страшно Изместе 140 по сути Вообще скорость хуйня На нормальной тачке Ну здесь это ебать как страшно Эти же каждый день Лупят эти машины И он мне еще кричит Я говорит На ней блядь 200 ехал И чушку Где? Где ты на ней 200 ехал? Наход А ну что на ней 200 ехать блядь? Ну смотри Ай во мать ебал Все в натуре блядь Ебал я в рот на ней ехать блядь В натуре 4-ка Ебал я слезы вошли Плюс еще здесь естественно уебанская резина стоит Дешевая в плане Ну что человек может себе позволить Да то он как бы и по запомкам Кама там стоит А за цепи нет никакого разговора Там нет ни сликов Ни полу сликов Гаишники смотри меня ждут блядь По любому Меня ждут По любому меня ждут блядь Здесь я Я готов к ним остановиться и снять Спасибо чё Вы меня остановили блядь Смотри смотри Нет? Не ждешь ты меня? Нет? Ну давай тогда братуха Когда я был молодой у меня не было чувство самосохранения У меня его напрочь не было И это у всех У молодых нет чувства самосохранения Сейчас у меня есть страх Он мешает выкручивать Ну вот просто Тупо Ну и она еще пробуксовывает на второй Вспомни молодость Не вот сейчас я здесь проскочу Я в натуре выплюну свой позвоночник Блядь Жестко переключились сука Иди ты знаешь куда со своей четыркой У меня жопа вспотела Я когда первый раз выехал он у меня не так делал А вот так я уже Абсолютно не повседневная машина Я больше даже скажу Это не машина не для города Сейчас это вообще автомобиль не для повседневной езды Абсолютно Не 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 Эти сиденья надо выкидывать Просто ставить туда ковши Ставить туда ковши И ездить на трек Дорабатывать ее И ездить на треке Потому что Я ездил на быстрых машинах Но это чуть 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 не то Когда ты едешь на там Пятиста сильной тачке Понимаешь что у тебя пассивная Что активная безопасность Это дает тебе какой то некой уверенности Здесь ты едешь просто ну тупо на каркасе Это не комфортно Но это очень эмоционально Та девятка мне таких эмоций не давала Ну это черт побери очень круто Я прям вернулся в 25 В 22 Вот это Вот это юношество Когда тебе было вообще похуй Как бы не было Еще раз повторюсь Тысячу раз повторюсь Миллион раз повторюсь Любите тачки Какими бы они не были Лучше любите тачки Вкладывайте в них бабки Я не знаю Нежели вкладывать бабки во что-то другое Непонятное Прожигать просто Зря время стоя на улице Находите себя в машинах Просто будьте аккуратны пацаны Ну и яйца у вас конечно Ебу и плачу На 4 так носиться Ну это просто пиздец Ну а с вами был Марат Борода Колев И канал Asato Channel Вы еще молодые И мы еще тоже молодые Вот ну мы тоже молодые Благодаря вам мы молодые Благодаря тому что вы даете возможность Прокатиться вот на таком вот говне Давайте братцы берегите себя Самое главное Я вас всех кнокаю Давайте Увидимся До свидания